коллеги но мне кажется есть я позволю себе тоже короткий комментарий мне кажется что это очень правильная и хорошая инициатива разобраться в том что происходит главное только не сломаться потому что многие уже пытались но если серьезно мне кажется что конечно начиная такую сложную конструкцию действительно нужно посмотреть на аксиоматику и вот коллеги из реального бизнеса в том числе про эту аксиоматику говорили конечно есть я уверен что коллеги посмотрели есть концепция национальной инновационной системы которая начиналась еще с кристенсона фримана нельсона и люнвелла я еще свою диссертацию написал 17 лет назад ее развитие продолжает в том числе исследователи работающий у нас вышки и матч голберг и татьяна гейна кузнецова и так ручки к цемиры влезь и вещь куценко многие другие то есть теория жива там уже ушли на тройную спираль инноваций разомкнутый цикл и наверное надо тоже эту аксиоматику посмотреть мы я между вышкой наш институт как соавторы ослом меню последнего считаем что там действительно много из аксиоматики задано дальше можно смотреть кейсы и почему мне вот я считаю важным инициативу коллег надо дальше конечно смотреть кейсы что реализовалось что нет но тоже в какой-то системе координат ну и наверное последнее я опущу чтобы сэкономить время наверное для того чтобы вы могли бы обсуждать я опущу вопрос барту откуда берутся инновации у нас есть на эту тему я напомню что мы называемся институт статистических расследований экономики знаний нам уже сколько лет 17 коллективы где-то больше 25 которых занимается и конечно есть много статистических исследований исследований я думаю коллегу будет интересно посмотреть которые отвечают на вопрос откуда берутся инновации, какие источники инновации, какие барьеры существуют для инноваций в России. У нас на этой теме есть постоянные тренд-леттеры и прочее. Мне кажется, что это тоже будет не безинтересно глянуть, потому что это репрезентативные выборки во многом. Ну и последнее, конечно, когда мы работаем с методиками различными, и мы тоже с этим сталкиваемся, я постараюсь сейчас, мы не сговаривали с Данилой, кто что покажет, что для каждого это был сюрприз, он очень неинтересно совсем, для вас и подавно. Конечно, ключевой вопрос, который всегда встает, кто эти люди. Вот мы создали замечательную методику, а кто ее заполняет? Эксперты обладают знаниями или нет? Кто вообще? Откуда мы знаем, что люди, которые 3-4 дня, год работали, являются действительно экспертами в этой области? Это очень неоднозначный ответ. Мы пытались с многими коллегами, я имею в виду, мы, Россия наладит дискуссию на эту тему, и это, мне кажется, тоже один из поинтов, который имеет смысл обсудить. Но я постараюсь коротко, чтобы мы как-то двигались уже дальше по регламенту. Что я хотел немножко вам рассказать, значит, я являюсь директором Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований экономики знаний. Мы в год делаем порядка 30 крупных проектов, фарсайтов, начиная от страновых для России, ЮАР, для Евросоюза, и заканчивая многих компаний, включая Газпром, Газпромнефть, Российскусбанк, Сбербанк, Сибург, Северсталь, ну и далее. Соответственно, ну вот, можно ли будущее прогнозировать, надо ли его изучать и как его сформировать? Действительно, мы видим много разных трендов, в наших базах данных их уже более тысячи различных, и социальных, и экономических. Ключевые, наверное, для меня лично, я вот, мы так договаривались, у нас сегодня личные будут презентации в том числе, да, я лично вижу, что как экономист я закончил вышку и здесь защищался, как раз по теме распределения прав собственности на результаты НИОК, а на инновационные системы. Я вижу, что базовые экономические предпосылки сильно устаревают, и действительно мы находимся в поиске новых моделей, и важно их научно обоснованно искать, безусловно. Устаревают они и в силу изменений и подходов к науке, это и так называемая открытая наука, это и ускорение технологического прогресса, но мы с Данилом прекрасно знаем, что компания Гартнер это коммерческая компания, которая преследует свои собственные интересы, и надеюсь, никого нет иллюзий о появлении точек на этой кривой. Точно так же, как, надеюсь, никого нет иллюзий по поводу компании Рент Корпорейшн или их открытых заявлений про то, куда они вкладываются. Мы видим, как сильно меняются потребительские предпочтения, и в этом смысле, мне кажется, важно действительно обсуждать и выстраивать диалог со стекхолдерами, но я хотел бы сконцентрироваться на том, какой спрос со стороны стекхолдеров мы, по крайней мере, видим. Действительно, это управление сложностями и это доказательность. Если 5, 7, 10 лет назад достаточно было каких-то утверждений базовых, то сейчас многие хотят доказательности, и это, наверное, ключевой момент. Надо обосновывать, доказывать, и уровень наших клиентов сильно вырос. Мы сталкиваемся с квалифицированным клиентом. Я думаю, что коллеги из газоэкономики тоже это подтвердят, что уровень людей на той стороне сильно вырос. И это хорошо, это позволяет держать всегда в тонусе наше управление сложностями, но это надо учитывать, что они хотят. А хотят они так называемого имитационного моделирования, понимания, что будет, если. Это хочет любое управление, что будет, если я произведу то или иное действие. В зависимости от внешних условий, в зависимости от специфики национальных инновационных систем, в зависимости от внутренних факторов, неожиданности в виде черных лебедей или рыжих, там уж как кому повезет. И в этом смысле есть ответ со стороны методов. Это, конечно, междисциплинарные исследования, это аналитика больших данных, я покажу некоторые результаты этой аналитики. и развитие коммуникационных площадок, собственно, что мы делаем, предоставив здесь площадку вышки для того, чтобы мы могли какие-то ключевые вещи обсудить. Ну вот это только те проекты, которые, за которые мы отвечаем, это форсайт проекты, которые были за последние годы сделаны, более сотни, они сделаны по абсолютно валидированной классической форсайт методологии, которая включает и доказательные методы, включая библиометрию, патентный анализ и методы, связанные с креативностью и экспертизой. У нас в базах данных более 13 тысяч экспертов, мы около, наверное, 700-800 человек каждый год привлекаем для собственных проектов. И это разные уровни. Мне кажется, это очень позитивный тренд. Это и уровень национальный, это и региональный уровень. В Москве, например, два года назад появился инновационный кластер, его активно обсуждали на форуме открытой инновации, мы продолжаем участвовать в его разработке. Вот Евгений Сергеевич, который вынужден бежать как раз на лекцию, является одним из движителей. Активно развивается уровень региональный, сейчас все регионы тоже хотят понимать свое будущее, хотя бы до 2024-го, в идеале 2030-го года. И в этом смысле спрос, конечно, и на форсайт исследования растет, мы видим, что во многих компаниях наличие форсайт-центра или дивизиона является уже таким хорошим тоном. Поэтому я считаю, что мы перешли из количества в качество на вопрос, какие требования к этому качеству мы выставляем. Поэтому мне кажется, что мы вместе должны эти требования вырабатывать, чтобы мы понимали, что если люди назвались прогнозистами, значит, надо держать планку. Если вы назвались форсайтерами, держите планку. Если вы назвались прикладными футурологами, держите двойную планку. И здесь, наверное, вопрос минимального набора качества должен быть одним из ключевых. Ну вот, для затравки. У нас есть система анализа больших данных, она называется I4, Intellenged Foresight Analytics. Она включает более 350 миллионов документов, располагается на дата-кластере вышки, который является шестым по размерам в России и входит в пятерку мировых IT-систем в области стратегической аналитики по версии OECD в 2018 году. Это семантическая карта, которая составлена по причем из слова Foresight по научным публикациям, включенным в базы данных Web of Science и Scopus. Вышка достаточно много, это несколько десятков миллионов рублей ежегодно тратят на доступ к базам данных, чтобы держать руку на пульсе. Мне кажется, это не безинтересная картинка, потому что читать семантические кластеры, я думаю, все собравшись умеют легко, чем больше размер, тем значимость выше, тем толще связь, тем ребро, это кластерные методы различные, тем ребро значимее. Это кейс-стадии, то, что бросается в глаза, и вот как раз поэтому мне кажется, что сбор такой информации, структурированный по кейс-стадии, это очень интересная история, это использование форсайта для стратегической аналитики и бизнес интеллигенс, на русском это переводится как конкурентная разведка, это очень активно используется многими компаниями сейчас, именно форсайт методы, и безусловно это изменение климата, потому что там, наверное, наибольшее количество поводов для того, чтобы проводить соответствующий анализ. из методов, ну вот если представить наш корабль как форсайт или форсайт как корабль, то то, что в России очень активно используется, это методы связанные с экспертизой, это дешевле всего, людей собрали, кто пришел, тот и эксперт, к сожалению, так часто у нас происходит в России, естественно, экспертов надо собирать и уметь с ними работать, для этого должны быть специальные модераторы, естественно, надо выставлять жесткие требования к экспертам со стороны науки, бизнеса, для этого есть целые науки, в Вышке, например, есть отдельный центр по библиометрии, даже не лаборатория, у нас в институте есть несколько лабораторий, есть отдельный центр, который занимается и соответствующими расчетами, изучениями, это целая наука, но, конечно, то некодифицированное, как говорят социологи, то некодифицированное знание, которое есть в экспертах, пока что даже искусственный интеллект до конца не может заменить, хотя к этому, мне кажется, все постепенно идет, тем не менее, экспертные методы активно применяются, повторюсь, мы тоже их активно используем, обратная сторона это ставка на количественные методы, это моделирование, это макроэкономические прогнозы, микроэкономические, использование мобов, межотрасливых моделей, это здорово, но, как мы знаем, и кто хоть раз в жизни занимался прогнозами, всегда есть проблема, связанная только с так называемым garbage in, garbage out, чем чувствительнее модель, тем она хуже переносит проблемы со статистикой или нерепрезентативность, поэтому да, у нас тоже есть целых два подразделения, которые занимаются собственным моделированием, включая макроэкономическое, но мы должны понимать их ограничения, этих методов, хотя, если грамотно подстроить количество методов, они могут быть очень-очень позитивные, и как раз коллеги начинали, да, вот еще там в 70-е годы с математического моделирования, другое дело, что сейчас многие ушли уже вперед, но вот я так чуть-чуть приподнял наш корабль с помощью футурологических методов, это классно, здорово, и здесь, если говорить на языке форсайта, это и анализ джокеров, это и где-то фантастика, и еще что-то, но надо возвращаться все равно на реале, потому что в конечном счете, когда ты работаешь с компаниями, с государством, с регионами, всегда встает вопрос, как выстроить систему приоритетов, вот, любимый вопрос, который я задаю, у вас есть два проекта, а и б, денег только на один, какая система критериев позволит вам сделать правильный выбор, это очень неоднозначный вопрос, ну вот, хотелось бы, чтобы эта монетка была научно обоснованной и многогранной, а не то, что в экономике 50-х годов называется rule of thumb, правило большого пальца, это, кстати, одно из таких старых экономических течений, экономисты точно знают этот подход, вопрос, какой из методов лучше использовать, ну, ответ, наверное, очевиден, все, недостатки одних методов компенсировать возможностью других, поэтому в классическом форсайте мы используем и методы, связанные с креативностью, и с экспертизой, и с доказательностью, естественно, взаимодействие, но каждый раз это некая наука или искусство, как лучше скомбинировать, зависит от бюджетов, от сроков, от задач, и ну вот несколько я хотел вам показать еще картинок на эту тему, вот наша система iFOR, она включает многоструктурированные данные, это и патенты, и библиометрические ветки там присутствуют, это и ключевые отчеты консалтинговых компаний, это и международные организации, такие как FAO, MEO, OS, ROON, UNESCO, UNIDA и далее, 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 это нейросетка, также используется и достаточно большое количество семантических методов, вот что мы получаем, это карта, сейчас мы ее переключим, это семантическая карта глобальных трендов, это скриншот, сама система интерактивна, здесь не 5, не 10, и даже не 300, это действительно сложность, но это кластерные методы, которые позволяют выявлять и научно-технологические, экологические тренды, каждый вот такой шарик, это тренды, выявленные с помощью алгоритмов кластеризации на массиве научных публикаций, ну вот, чтобы было поудобнее, я вам покажу скриншот по интернету вещей, это маленький такой кусочек, напрямую он связан с умным городом, видите, тесная самая такая связь, но есть и другие тренды, это и большие данные, различные типы искусственного интеллекта, и компьютинга, если мы сделаем шаг назад, то мы увидим, что это непосредственно связано с виртуально дополненной реальностью, и еще один шаг, вот полная картина, вот этот вот кластер, это только одно ключевое слово, мы задали интернет вещей, это кластер уже связанный с криптовалютами, причем разными, тоже по понятным причинам, это собственно одно из таких передних краев науки в области научно-технического прогнозирования, мы это активно обсуждаем с коллегами из ОСР, из Еврокомиссии, из тех, кто занимается в Канаде форсайтами, и действительно все смещается в сторону больших данных, вопрос, как дальше мы их интерпретируем, как мы их используем, конечно же, но мне кажется, что те сложности, о которых мы говорим, могут быть структурированы, и не факт, что это должен делать именно человек, человек, наверное, должен участвовать в этом, но его ресурсы тоже ограничены, даже самый гениальный человек, кстати, в классическом форсайте есть такой метод, который называется прогнозы гений, то есть вот как раз туда ведущий российский, ведущий российский футуролог, наверное, должен быть включен, мировые футурологи, это тоже один из методов форсайта, ну вот в классической форсайт методологии мы начинаем от глобальных трендов, мы смотрим на факторы, вот как раз коллеги об этом говорили, да, сегодня в вопросах, на внешние вызовы, окна возможностей, естественно, на альтернативы, изучаем перспективные технологии, рынки, если резюмировать, то, наверное, в форсайте есть несколько групп результатов таких ключевых, это знание о трендах в разных разрезах, знание о рынках, традиционных, новых, цепочках добавленной стоимости, знание о продуктах и услугах, знание о технологиях от фундаменталки до прикладных, включая технологический аудит, технологический бетчмарк, и знание о компетенциях. Если мы посмотрим современные теории по национальным инновационным системам, то это ее ключевая составляющая, собственно, вот, и мы сомкнулись с тем, что как использовать концепцию НИС в работе с будущим. Я хотел обратить ваше внимание на вот этот документ, он уже шестилетний, то есть он перевалил за такой серьезный срок, при этом он входит в пятерку мировых прогнозов по версии ВСИД. В его разработке участвовало более двух тысяч экспертов, он разрабатывался три года, это флагманский документ России, и могу вам сказать, что если он в открытом доступе, кстати, могу вам сказать, что если вы посмотрите радар перспективных продуктов, в этом году, что примечательно, наступил первый вот этот вот срез радара, то есть у нас был первый прогноз с 2015 по 2020, то вы увидите, что его сбываемость порядка 90%, это в принципе соотносится с мировыми аналогами, ну вот у Японии там чуть повыше, у них иногда 95%, но надо знать еще японское общество, они сами сказали, сами сделали, он соотносится в этом смысле и с прогнозами, которые есть у Китая, у них есть технологическая дорожная карта до 2045 года, и с тем, что делают США, Великобритания, Южная Корея, Япония, естественно, в нем содержится более 150 глобальных вызовов, которые разделены по шести ключевым направлениям, они вот были на предыдущем слайде, мы оценили, что это угроза лег на возможности, в прогнозе выделено порядка 80 перспективных рынков, 250 продуктов группы, более 1000 конкретных наименований, продукт технологии, ну вот радар, который мне говорил, можете посмотреть, вот этот вот зеленый первый средств, это открытая информация, знаете, когда лет 7 назад мы пытались наладить дискуссию про 3D принтера в России, никто бы это не верил, сейчас это уже общее место, это к вопросу о том, иметь ли смысл смотреть следующие грани, наверное, имеет, про предсказательную силу, тут же носим устройство, которое вот у многих на руках уже, да, и про мотор-колесо, на котором коллеги приехали, мы тоже говорили еще тогда, да, ну и далее, далее, я не буду здесь тратить ваше время, но просто скачайте и прочтите, тем более, что это давно уже настольная книга у ведущих российских компаний и министерств, вот это тысяча технологий, это к вопросу про структурирование сложностей, это действительно очень непростая такая методологическая задача, они разбиты по 4 группам, самый верхний уровень это уровень президента, это уровень инициатив, национальных технологических инициатив, следующий уровень это тематические области, это как раз задачи министерства ведомств, дальше направление прикладных неокр и приоритетные задачи средних разработок, вот с 4 уровня начинается история компаний, вот многие компании, как раз взяв прогноз за основу, вот этот вот 4 уровень дальше разворачивали свои корпоративные инновационные системы, собственно, третий уровень и второй стали основой для предыдущей программы развития науки технологий, которая является официальной в России, и в конце я хотел бы, вот мы обсуждаем тут будущее, как его формировать, я хотел бы тоже одну картинку вам показать, это прогноз, который с моей точки зрения не сбылся на 100%, мне он очень нравится, его приписывают ни много ни мало к вопросу про роль личности, замминистру радиопромышленности в 80-е годы, некоторые здесь присутствующие уже родились в это время, некоторые только собирались, он говорит, ребят, юрдой не надо заниматься, персональных компьютеров быть не может, а может быть персональный автомобиль, пенсия или дача, ну про пенсию без комментариев, а вот автомобили дачи уже в рамках экономики совместного потребления, мы как раз на Яндексе с тобой это обсуждали, уже у всех это как бы шеринг, поэтому уважаемые коллеги, мне кажется, ну вот чтобы мы к какому-то резюме тоже подошли, мне кажется, важно, наверное, чтобы все, это, наверное, наша тоже с тобой задача, чтобы все для себя, наверное, выбрали какой-то сухой остаток связанный с инструментарием, наверное, ни один, ни два, не даже целая серия семинаров не даст ответ на вопрос, который пытались искать многие десятилетия, хотя могу сказать, что у нас есть программа, называется Science Technology Innovation Governance управления наукой технологиями, на ней конкурс, один из высочайших вышки, она читается на английском и как раз готовит управленцев в сфере науки и технологий по всем правилам, с международными лекторами, с отсылкой к национальным эмоциональным системам, к изучению форсайта, но ее, конечно, мало, и я считаю, что если каждый для себя какой-то небольшой сухой остаток по работе с будущим сегодня выкристаллизует, это будет уже наше достижение, ну а дальше я вас приглашаю и следить за тем, что происходит по линии футурологии и следить за тем, что происходит по линии вышки, сейчас, к сожалению, у нас апрельская конференция видимо отменяется, вышкинская, но есть у нас ноябрьская конференция, надеюсь, что к ноябрю все-таки мы Джокера победим, которая специализирована по форсайту, она уже будет девятая, Лен, девятая или десятая у нас будет в ноябре? Форсайта. Лен, а, Лентика ушла, а, соответственно, по-моему, десятая, вот, соответственно, я вас тоже приглашаю для участия. Спасибо, если есть какие-то вопросы. У меня вопрос, вот, где на картинках этого корабля блок про теорию. То есть, вот, что, как в текущей работе форсайта-центра ощущается обеспеченность именно методологическими, скажем так, принципами, материалами, моделями? Ну, это и есть теория, собственно, вот этот, я включу снова этот корабль, то есть, мы вот эти вот методы, которые здесь, мы их активно развиваем, то есть, у нас, ну, просто для понимания, только в нашем институте работает 200 человек, что, в принципе, даже по меркам международных аналитических организаций очень прилично. У нас есть две международных лаборатории, они непосредственно, одна возглавляется, там, вице-президентом инститета Манчестера по инновациям, да, например, они непосредственно занимаются как раз проработкой теоретических вопросов. Так как мне интереснее практическое применение теории, я больше на этом концентрируюсь, но мы в постоянном режиме прорабатываем вопросы, связанные с методами, с основными подходами к статистике. Вот сейчас, например, одно из топовых направлений в статистике, это поиск альтернативных индикаторов с использованием анализа больших данных статистических. Мы очень активно этим занимаемся. Одна из топовых тем сейчас, это анализ так называемых цифровых следов для формирования портфелей компетенций компаний. Когда мы с последнего взяли 44 тысячи сотрудников у одной из компаний, проанализировали их цифровые следы, посмотрели с помощью как раз айфоры, посмотрели, как у них распределяются профили компетенции на ландшафты глобальных трендов. поэтому я сказал бы, что с точки зрения теории я здесь вижу просто интересные задачи, которые надо решать. С точки зрения практики, ну вот наверное то, что я резюмировал на вот этом первом слайде, это то, что мы наблюдаем, что резко растет спрос на доказательность, резко растет спрос на как раз ответ на вопрос что будет если, и конечно инструменты, которые используются для работы с будущим становятся все более и более междисциплинарные, кросс-функциональные. То есть используются и подходы применяемые в психологии, эконометрики, социологии, маркетинге, математике, причем тоже разные, активно используются региональные данные, например. То есть здесь мне кажется, что как раз теория должна нам помогать, если мы сможем ее на нужные рельсы поставить. То, что мне понравилось в инициативе коллег, мне кажется, это действительно правильно, интересно, это такая сборка, если я правильно понял, это вот такая сборка кейсов снизу, что важно очень, и ответ на вопрос почему там что-то не летает или там не работает, но повторюсь, для этого мне кажется, все-таки надо сначала выстроить аксиоматику и сказать, что да, мы работаем вот в этой аксиоматике, то есть там не знаю, там вот Валерстайна мы там не признаем, а у Соло мы дописали его остаток, который он не смог распределить. Там вот Нордхаус, Нордхаус там для нас это столб, а вот Кромеру мы еще присматриваемся. и вот в этих конструкциях мы считаем, что у нас система мотивации имеет вектор вот такой то есть прислониться к каким-то ключевым с теми же ИСО, ну там много разных там и стандартов и прочее я бы на них смотрел как на аксиоматику, которая должна помогать. Там, где мы видим, что она не успевает, например, ну это стандартная история в институциональной экономике это называется path dependence. Некоторые переводят это как эффект клеи, ну это так немножко упрощенно, мне кажется. Path dependence это как раз зависимость от выбранного пути. И здесь, конечно, не все стандарты могут успевать за тем, что мы видим на своих глазах, но с другой стороны вопрос применения этих стандартов. Вот если их применять с таким чувством такта и теории, то они могут быть очень полезны. Если, конечно, на них смотреть как на отлитые в мраморе догму, ну тогда даже от витаминов может быть плохо. Тогда даже самые хорошие предписания могут оказаться вредительными. Спасибо. Искусственная интеллект на соединение с нашим человеком. Нет, он проявился. Он решил, что мы достигли уровня, когда с нами уже можно хотя бы чуть-чуть поговорить. Да? Только если можно представлять. Здрасте, Игорь Фоколик Александр Кунаенко. Я сидец. Хороший отслей до вас про конкретные способности. Насколько вы оцениваете состояние допустим нашей страны по сравнению состояния страны. Насколько там велика разница в стейт-ву-ар и насколько это вообще важно. То есть насколько разница в способности выливается в конкретно способности. Спасибо. Мы Касперскую считаем как российскую компанию или нет? От этого зависит мой ответ про конкурентоспособность страны. Я думаю, да. Да? Теперь я думаю, да. Ну, вопрос глубокий, безусловно. Смотрите, у нас, как мне кажется, если кратко отвечать, как мне кажется, у нас есть несколько сильных конкурентных преимуществ новой технологической волны. И они во многом связаны в том числе с математическими моделями, моделированием интернета вещей, анализа больших данных. Проблема, которая существует, и Сергей Юрьевич об этом тоже говорил, и Данил собственно отмечал, это имплементация и вот эти гэпы между наличием конкурентных преимуществ и их имплементацией в реальную практику. Конкурентоспособность, как и ситрина, не бывает второй свежести, конкурентоспособность не бывает локальной, она всегда глобальная. По определению она должна быть глобальной изначально. Поэтому вот как раз в моделировании, в анализе данных, где-то в новых материалах есть у нас небольшие заделы, частично в медицине, в биотехнологиях, кое-что в энергетике. Но это отдельные такие лоскутные ниши, которые мы можем использовать для того, чтобы развернуть и встроиться в цепочки добавленной стоимости, которые сейчас для нас, может быть, на руку сильно меняются. Оттуда выходят традиционные игроки, можно зайти. Но для того, чтобы туда зайти, мы должны обладать технологической восприимчивостью. Способность это известный термин в теории инноваций восприимчивость к инновациям, она меряется и так далее. Вот с восприимчивостью проблемы, а проблемы во многом связаны с низкой конкуренцией, то есть это замкнутый круг. Конкурентоспособность зависит от уровня конкуренции. Пока вы не почувствуете, что вам спину душат индусы и китайцы, вы не будете конкурентными и не будете конкурентоспособными. Как только вы это почувствуете, вы начнете двигаться, а почувствовать вы это можете двумя способами. Либо вы выйдете на мировой рынок, почему я говорю, что конкурентоспособность должна быть глобальной, либо вы выйдете на мировой рынок и тут же это поймете, и вы это поняли как компания, либо вам создадут это искусственно, как в свое время делала Япония и Китай, когда искусственно создается жесткая структура. Так же было, кстати, в Союзе была всегда конкуренция главных инструкторов, всегда, той же авиации и так далее, она была персональная. Поэтому у нас есть неплохие плацдармы для того, чтобы вписаться в новую технологическую волну, но проблема в скорости и в адаптивности. И последнее в масштабируемости, потому что одно дело подковать блоху, а другое дело выйти на масштаб. И когда этого масштаба нету, то можешь ты сделать что-то локально или не можешь, уже не играет. Поэтому ситуация достаточно напряженная. Я думаю, что вы как компания тоже это чувствуете. Да. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Спасибо большое за внимание за сегодня у нас замечательные нападания. У меня был контроль для подготовки из народа. Арбат Ушиин, она как раз не мальчик, она была предупреждена сбором. И, значит, я даю на 2012 году, который как раз конверсия попадает в следующие 20-25. И на этом конверсии было много очень интересных видео. И я вам статирую сейчас, вот, я не знаю, как можно по большей части информации, и как можно чаще их встречать? Наверное… Например, там много таких вот людей, которые занимаются подсайдами и инновацией у нас. И как можно чаще, например, надо добавить ваше изменение в встречах? Может быть, это еще какие-то компании на твоих местах? Я тебе коротко отвечу. Наверное, это вопрос, о котором мечтает любой спикер. Значит, у нас все очень просто. Вы можете подписаться на наш newsletter, который на сайте Института. И вам будет каждый месяц приходить актуальная информация, что есть. Я бы все-таки отделял бы классический форсайт от тех, кто хочет казаться форсайтом. И, повторюсь, мне кажется, что выставление четких требований к качеству методологии результатов важно и в форсайте, и в футурологии, и в работе с сбоями в Шереметьево. Что бы ты ни делал, ты должен это делать качественно. Наверное, это ключевой момент. И мне кажется, что как раз обсуждение того, что есть качественно, должно идти параллельно с созданием смыслов. Это очень важно, мне кажется. Ну, добавишь со своей стороны, как можно следить за обновлениями? Я добавлю, что это противоположная ситуация работе любого международного аэропорта, потому что в аэропорту каждый рейс куда-то прилетает. И люди, которые сели на самолет, сходят с самолета потом в другом месте, а потом куда-то еще летят, а потом возвращаются. И это просто чудо, как эта система фантастически хорошо работает, практически без сбоев, действительно, глобально. По сравнению с этим, футурология современная и современные все попытки управлять инновациями, это как если бы мы запускали самолеты, и из них только там из тысячи, может быть, один долетал бы куда-то. Остальные 999 просто пропадали бы. И даже когда он куда-то прилетает, то либо он садится кверх ногами, либо пассажиров там уже нет. И я, честно говоря, не представляю. Интернет, к счастью, сделал доступным все, любую информацию любых экспертов, но проблема заключается в том, что когда доступно все, и ты посмотрел это и понимаешь, что в каких-то областях просто ничего нет. А Дрексфорд, которого я упоминал, он сидит и никому не нужен в Оксфорде, в Институте будущего человечества, никто к нему не ездит, никто на конференции его не зовет, и нигде он не выступает, и просто забил уже на нанотехнологии практически полностью. И вот в этой ситуации в каких мероприятиях участвовать, честно говоря, почти непонятно. Потому что можно посмотреть сейчас благодаря интернету заседания там госсовета, заседания правительства, посвященные инновации. Можно в других странах наверняка почти везде тоже смотреть трансляции из парламентов. И, к сожалению, непонятно, где кто-то вменяемый сидит и что-то вменяемое делает. Потому что вот слайд, который у меня был одним из первых, заключается в том, что Меркурий, черт возьми, почему-то непредсказуемо летает, при цессе орбиты происходит. И у нас почему-то мегапроекты технологически не реализуются. Почему-то большой космической станции нет, базы на Луне нет, базы на Марсе нет. Почему-то интеллект человек с помощью компьютера индивидуально не усиливает. И когда вот смотришь, что в начале 21 века было искусственное сердце, а биокор, а сегодня его нет уже, компания обанкрочена, продукта нет. Пассажиры исчезли. Да, пассажиры исчезли. И почему-то все чаще это происходит в последнее время. А с другой стороны подступают все вот эти черные лебеди и неприятные истории про коронарный выброс массы на Солнце с последующей гибелью всей нашей цифровой инфраструктуры, астероиды, которые прилетают регулярно разного размера, климат, биотерроризм. И мы понимаем, что никто этим почему-то не занимается, об этом не разговаривает. Поэтому я не знаю, кому ходить. Я не знаю, кого слушать. Хожу с фонарем в нем и ищу. Хорошо, давайте... Данил просто очень скромный фоторолог. Слушать Данилу, давайте я за него скажу. Спасибо. А, значит, шортить Beyond Meat, видимо, да, уже надо. Кто не успел... Попробовать надо, да. И прикупить, значит, по дешевке Газпром нет. Ну хорошо, коллеги, кроме шуток, мне кажется, что действительно информационное поле сейчас очень широкое, это правда. Поэтому в таком вот цифровом фастфуде придерживайтесь интеллектуальной диеты. Да. Чего я всем на вечер и желаю. Давайте закончим. Спасибо. До встречи. До встречи.